Заново? Начали? Привет, друзья! Как долго мы с вами не виделись. И это снова программа Вечерняя Бали. Вечерняя Бали. Воскресная Бали. Да, у нас сегодня прямой эфир на тему продвижения в Инстаграме и создания красивого контента. Сейчас мы рассказываем про таргетированную рекламу, и мы очень ждем ваших лайков, комментариев и всего-всего-всего, чтобы максимально-максимально вывести эфир в топ, чтобы как можно больше людей услышало эту бесплатную полезную информацию, которую вы так любите получать бесплатно. Free. Free for everybody. Собственно говоря, сейчас мы обсуждаем то, что таргетированная реклама является одним из главных способов продвижения. Вот, и у нас здесь таргетолог Сеяруси, который расскажет вам все-все-все секреты абсолютно, которые вы можете только знать. И, в общем, передаю слово. Иху! И снова я с вами. Давайте я расскажу вам интересную историю про то, как, находясь в Санкт-Петербурге, найти себе менеджера по подбору тканей в Японии через реклама. Так, сейчас, подожди. И лучше, мне кажется, заново начать тебе рассказывать, потому что 6,5-5 не веришь. Я как раз и пытаюсь начать заново рассказать о том, что мы делаем. И я не вижу этого комментария. Выше, что ли, стань. Там вот EasyJB. Нету такого. Вон он, подожди, вот он, вот он. Ты зачем переименовался? Тебе теперь непонятно находить как. Я наставлю, но это было вынуждено мера. Так, все. Нет, я должна быть глазом сбоку, типа, кто это. А кто это, а кто это? Вот, смотрите, через рекламный кабинет... Ха-ха, я очень красивый и сильный мальчик, но пенис большой, очень большой. Можно я заблокирую, пожалуйста? Да, или за мошлое время, а вот это, эфиры блокируют комментарии. Если там пишут какую-то дичь, что... Не пишите дичь, чтобы мы вас не блокировали. Обожаю. Не будь заблокированы. Ставьте сердечки, если вам нравится этот эфир. Это сейчас начнется, это... Turn off your clothes. Нет, take off your clothes. Show me your teeth. Show me your butt. Так, вот это заблокируйтесь членом парня. Уже заблокировали. Да, отлично. Смотрите, еще раз рассказываю о том, что в самом Инстаграме приложений есть возможность запускать посты на продвижение. Там необходимо пользоваться двумя функциями. Это посты на охват по вашим подписчикам для того, чтобы, если у вас есть какая-то интересная информация, важный, полезный пост, который вы хотите точно донести до 100% вашей аудитории, то необходимо добавлять промоушен на эту публикацию, и тогда ее увидит больше, чем 5% вашей аудитории. Вы получите в два раза больше лайков, но за них придется заплатить. Если вы хотите решать какие-то более сложные задачи через инструмент таргетированный на рекламу, то вам стоит будет освоить именно рекламный кабинет, который находится в Фейсбуке. В рамках фейсбучного рекламного кабинета у вас будет возможность настраивать более детальный таргетинг, который состоит больше, чем из настройки на друзей ваших друзей, охвата и геолокации. Один из кейсов, который я уже пытаюсь рассказать второй раз, это как Швейна, как сказать, господи, Швейна, производитель футболок из Питера, хотели найти поставщиков ткани в Японии, и что было сделано для этого? Был создан пост в Инстаграме с лид-формой конкретно и призывом в действие, что ребят ищем мастера в Японии, разбирающегося в тканях, разговаривающего на русском языке. Это лид-форма, сейчас все люди отключили эту фразу. Так, в общем, один из инструментов. Так, кто не понял, что такое лид-форма? Я тоже не знаю, что это такое. Прошите минус. Так, что как и хэштег «эд», я тоже не знала, что это. Вы знаете, какой хэштег «эд»? Смотрите, в рекламном кабинете Фейсбука существует более семи направлений рекламы. Первое – это на охват, второе – на показы, третье – на клики, четвертое – на просмотры видео, потом на установку приложения, инотесредственно на сбор конверсий. Есть там еще офлайн-конверсии и остальные. Сейчас мы с вами в основном рассматриваем продвижение по охвату, просмотру видео и, возможно, лид-форме. Потому что продвижение на сайт, оно, как правило, чуть более дорогое, чем продвижение в три социальных сетей. Потому что Фейсбуку не так интересно. Я повышаю квадраты. Да-да-да, лайки-лайки повышают. Потому что в Фейсбуке Фейсбуку не интересно. Ничего. Так, я хочу, пожалуйста, комментарий. Нет, да блокируй сразу их всех. Все, вернули. Ладно, поживи пока. Живи пока. Просто пока живи. Смотрите. Из этих инструментов важно использовать охват, просмотры видео и, возможно, сбор конверсий. Сбор конверсий – это когда вы в ленте Инстаграма видите надпись, оставь заявку, нажимаете на нее, и сразу вылезает такая форма «Напишите свой телефон, e-mail подтвердите, отправьте». Это ты мне? Да. Как заказать? Так. Про услуги, пожалуйста, не надо шуточки больше. Так. Но если вы хотите заказать в Японии ткань, то можно использовать следующий инструмент, чтобы построить по геолокации, выбрать страну Япония, написать четкий call to action, отправить туда интересы, то есть, что это, например, фэйшн, ткани, и указать, что это, например, русскоговорящие. Таким образом, мы за 6 часов, не выезжая из Санкт-Петербурга, наш клиент нашел себе менеджера по тканям в Японии. Точно такой же кейс мы сделали для автомобильной компании, которая занимается доставкой запчастей из Азии, и им необходим был сотрудник в Корее, который бы просматривал перед отправкой двигателя на работоспособность. За 72 рубля и меньше, чем 12 часов было собрано более 10 людей, желающих заняться такой работой. Что касается, например, если вы блогер или хотите стать блогером, и хотите, чтобы ваша публикация видела большее количество людей, то вам необходимо использовать инструмент продвижения публикаций через сам Инстаграм. Его же вы можете уточнять через рекламный кабинет в Фейсбуке. И здесь как раз был вопрос про то, как начать стать тревел-блогером, или как быстрее привлечь к себе рекламодателей в аккаунт. Рекламодатели как раз через вот эти все сервисы, про которые рассказывали ребята, они смотрят, сколько у вас лайков, комментариев, откуда эти были совершенные переходы. И если вы, например, создаете свой новый аккаунт, размещаете туда фотографии и пишете, что вы тревел-блогер, вы можете промотировать ваши публикации, то есть с данных геолоказ, например, на Москву, и набирать нужное количество лайков для того, чтобы завоевывать ту самую известность и популярность. Пишите, какие у вас есть еще вопросы по таргетированной рекламе, разобрались ли вы, как настроить бизнес-аккаунт, и как продвигать свои посты, публикации на охват, для того, чтобы преодолеть понижение охвата в вашей ленте. Смотрите, из ленты у вас еще есть возможность отправлять ваши публикации на разные сайты. Например, в декабре месяца этого года для правительства Москвы мы создавали кейс, когда необходимо было привести на оффлайн-мероприятие, более тысячи студентов, которые бы прослушали лекцию от правительства. И здесь как раз мы использовали публикации этого, что для этого было сделано. Для этого были разработаны как раз видеоматериалы, а мы с вами вначале говорили, что видео – это наиболее поощряемый формат в социальных сетях, и они были отправлены на промо, к каждому видео была прикреплена ссылка. В вашей ленте вы тоже видите, например, перейдя, что есть возможность продвинуть публикацию и добавить туда ссылку на сайт. Это разрешено для аккаунтов, у которых больше 10 тысяч подписчиков. Набрать первые 10 тысяч подписчиков вы можете через коллаборации с блогерами, через закупку таргетированной рекламы и другие инструменты, про которые уже рассказывали ребята. Но без классного контента это не работает. Вот они, ребята. Давайте, я сейчас понимаю, что было очень много технической информации, которая возможно… Последняя буква «Т». Которую, возможно, некоторые люди не смогли понять, потому что на самом деле это довольно узконаправленная специализация, которой занимаются профессионалы. Лиза, спасибо тебе большое за то, что ты… Загрузила всех в этот вечерний вечер. Да, поделилась с нами этой информацией. Я немного объясню это попроще. Есть два типа таргетинговой рекламы. По второму группу, повторением отречения. Такую огромную доску математическую, на эту форму я уже писать. Нет, на самом деле все просто. Есть урезанная версия таргетинговой рекламы, которая доступна всем пользователям через Инстаграм. Вы нажимаете «Продвигать ваш пост», платите денежку напрямую Инстаграму, он начинает ее показывать другим людям, немножко, как мы уже выяснили, сам подкручивает вам статистику. А то же самое? Нет, чтобы вам было радостно, и чтобы вы продолжали платить ему денежку. Показывает вам побольше охваты. Все рады, Инстаграм заработал. Это довольно просто. Там все, правда, в три кнопки нажимается. Есть, это очень урезанная версия, там всего у вас как бы ограниченные возможности, и я вам по-честному рассказал, как это работает. Есть более сложная тема. Вы создаете личный кабинет. Это такая панель настроек, которая создается на Фейсбуке. К этому личному кабинету вы привязываете страницу Инстаграм. Там вы уже можете выбрать более детальные настройки, загрузить туда какие-то списки пользователей, списки идентификаторов, почты или имейлы, привязанные к профилям, и запустить более детальную рекламу. В общем, там вы уже можете очень сильно поиграть с настройками, и это уже как бы такой серьезный большой инструмент, который помогает вам доставить вашу рекламу до ваших подписчиков. И там есть несколько, сейчас допустим категорию фразу, там есть несколько типов рекламы, в том числе есть возможность оставлять, собирать холодную рекламу. Вы собираете информацию о тех людях, кто заинтересован в ваших продуктах, и потом ваши менеджеры могут с ними связаться. Это подходит для онлайн-продаж и для каких-то онлайн-сейлз. Я что хотела сказать? Я не хотела сказать. Пишут, что можно ли как-то вашу информацию в письменном виде, чтобы разобраться. Ребят, мы сейчас проводим просто по доброй нашей душевности. Мы просто скучились в паянии, и на крестнице нашли повод приехать в гости. И решили, да, ко мне приехать, чтобы провести этот прямой эфир. Но, если вы хотите полноценный курс, или хотите продвижение, да, спикеру уши, вот, то, конечно же, за это придется уже дополнительно оплатить, потому что в любом случае эта информация достаточно ценная, и вы к ребятам можете обратиться по продвижению, а ко мне за созданием красивого контента. Давайте сразу уточним только, что мы не занимаемся проектами дешевле 5000 долларов. Не тратьте наше время, не тратьте свое время. Просто, если ваш бизнес или ваш имидж пока что требует меньших вложений, давайте сразу определимся, что это просто не те проекты, в которых мы будем работать. Наша компания готова закрыть любые вопросы по работе в диджитал-среде, начиная от продакшена, моделинга и какого-то стайлинга, заканчивая написанием вашего личного софта. Яна закрывает любые вопросы по созданию визуального контента, но, Яна, помни свои рейты, от каких вообще ты работаешь? У меня от 1000 долларов, ребята, рейты – это съемка, обработка и так далее, но, понимаете, вот все пишут, да, почему так дорого? Вы можете найти такой же и за 15 тысяч рублей, только вложив 15 тысяч рублей в таргетированную рекламу, вы никогда в жизни не раскрутите свой аккаунт. И люди многие, которые пишут, блин, я на 500 рублей поставил продвижение, и что толку? На меня не подписалось 500 человек, на меня там не это. Ребят, ну, конечно, этого не будет, это регулярная система. Это все немного сложнее. Можно я добавлю немножко про количество денег, которое необходимо тратить на контент? Ну, я не знаю, это было написано. Смотрите, очень правильно сейчас было сказано про то, что если вы не заморочились созданием контента, то вам уже ничего не поможет. Если вы не Ольга Бузова. Если вы не Ольга Бузова. Если вы не Терезис, да. Да, если вы не запустили Бузкоин, то придется вам тратить денежки на рекламу. И всегда должен быть план, ну, то есть план B, что, типа, вы надеетесь, что ваш контент вирусный, но всегда сразу просчитывайте, сколько денег нужно будет добавить, чтобы он действительно был показан, был известен и завоевал свою аудиторию. А в среднем, да, для того, чтобы набрать примерно 100-200 тысяч охвата, да, то есть вашей публикации, нужно потратить не менее 25-30 тысяч рублей. То есть охват в Фейсбуке равен примерно 60-70 копеек за тысячу показов. Поэтому, если вы хотите больших охватов, готовьтесь к большим расходам. Для того, чтобы ваши инвестиции в ваши посты окупались, вам нужно продвигать не менее 5 публикаций в месяц. Тогда вы будете плюс-минус поддерживать на одном уровне ваш охват в течение месяца и будете интересны Фейсбуку. В целом, если вы готовы тратить, продвигать каждую свою публикацию, то на один пост минимально, да, для того, чтобы достигать показателей от 10 тысяч охвата, нужно тратить 5 тысяч рублей. Это будет от 5 тысяч рублей на одну публикацию. Потому что мало. Мне подписчики не готовы даже тратить просто минимальные. Там 500 рублей уже жалко им. Слушайте, на самом деле... Слушайте, на самом деле... На самом деле 5 тысяч рублей. Это вот реально надо любить тем, чем занимаешься на каждой публикации. Ну, как бы деньги хоть и небольшие, но нужно прежде, чем заниматься каким-то бизнесом, а это именно бизнес, хоть он такой красиво выглядящий и интересный, немного такой, ну, unusual, то есть это не работа в офисе. Нетрадиционный. Да, нетрадиционный. Это очень современный бизнес. Но мы вас пытаемся к чему привести? Изя, мы вас никогда не обманываем. Мы вас пытаемся привести к тому, что вам нужно, прежде чем начинать это, оценить объемы того, что вы собираетесь делать, и понять, действительно ли вы хотите этим заниматься, определиться с направлениями. И если вы уже решили топить, то топите. И делать это красиво. Да, всегда есть люди, которые написали уже кучу инструкций, которые готовы ответить на вопросы, которые готовы поделиться информацией. Допустим, на этот мастер-класс мы ничего не продаем. Мы просто предлагаем вам разобраться в том, что как работает, и по-честному говорим, ребят, у нас уже работы выше, чем можем физически или психологически ее сделать. И единственная наша возможность увидеться с друзьями, это вот, мы приехали к Яне в гости, прямой эфир в воскресенье, в полночь. Поэтому ищите свои пути продвижения, играйте честно, не занимайтесь никакими накрутками, работайте над контентом. Как бы это ни звучало, может быть, дерзко, платите тем, кто разбирается в том, что он делает. Да, не оплатите всяким халтурщикам, всяким спамерам. Которые обещают, да. Да, вы знаете, сколько же таргетологов, кто, кстати, обманывает? Очень много, люди просто так. Смотрите всегда на имидж тех, с кем вы занимаетесь, смотрите на закрытые кейсы, смотрите. Допустим, если вам пишет человек с тысячей подписчиков, что отправь мне свой пароль, мы тебе сделаем миллион, то первый вопрос, который должен себе задать, почему у тебя у самого нет этого миллиона? Почему ты еще свои проблемы не решил? Моя любимая, да, у которых 200 подписчиков пишут, «Привет, готов раскрутить твой аккаунт, ну давай». В общем, можно ли продвинуться без рекламы в соцсети? Ответ «нет», 100% «нет». И можно ли раскрутиться без вложений? Ответ «да», вы можете раскрутиться, но для этого вам нужно делать вайрал контент, который… Вместе с Ольгой Бузовой на Доме 2? Нет, много всяких путей, но мы здесь говорим именно о бизнесе, именно о том, как… Ну, о бизнес-моделях, как они работают. И мы сразу же говорим, что это подходит людям, владельцам бизнеса, каких-то брендов, заведений или людям, кто предлагает свои услуги. У меня сегодня будет выходить очень полезный пост про обработку, про создание красивого контента. И также я выложу сториз с обработкой фотографий, как и обещала. Ну, это будет сегодня чуть-чуть попозже, буквально вот через час. И там я расскажу тоже про контент еще раз, ну, кто не успеет посмотреть прямой эфир. Я думаю, что можно потихоньку заканчивать. Тот, кто написал первое слово, которое мы говорили по буквам, а это было слово «охват», я не в директ. Либо тебе. Либо мне, либо Лизе, либо в Хайлайс Медиа. Мы вас найдем, свяжемся с вами и расскажем вам… Скажем, какой подарок вы получили. Да, давайте сразу сократим время на общение и сохраним несколько часов нашей жизни и ваши нервы. Да, мы занимаемся рекламой, да, мы делаем хорошие кейсы, да, мы можем сделать вам любой имидж в сети, любое количество подписчиков, настроить любые продажи. Нет, мы не даем бесплатных консультаций, кроме как вот таких мастер-классов. И нет, мы не берем кейсы дешевле 5000 долларов в месяц. Я беру, я нещеброд. Ну, у тебя немного другой профиль, ты занимаешься созданием контента и обучаешь людей. Мы говорим именно про продвижение брендов и каких-то… Да, я знаю. И каких-то литфонов. Поэтому давайте поблагодарим Лизу за то, что она нашла время. Человек, который прилетел из Москвы отдыхать на Бали и нашел время в воскресенье ночью приехать и рассказать о своей работе. Спасибо Яне за то, что она собирает вокруг себя хороших людей, замечательных подписчиков. И я благодарен вам за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером. Надеюсь, что мы смогли ответить на все ваши вопросы. Если нет, ждите следующего мастер-класса от нашей команды. Возможно, мы не последний раз выходим с Яной, так как это уже был не первый. Следующий будет с Килиманджаро. Следующий будет, наверное, с Киптауном. Мы летим через несколько дней в Киптаун. И спрашивают, как найти Лизу. Как найти Лизу? А я ее отметила в сторис. Ребята, Лизика, мне в сторис, у меня, да, в сторис она есть. Вот, Лиза, кстати, занимается тоже таргетом. Вы можете ей написать? Нет. Нет? Ой, простите. Извините. Мы уже обсудили о том, что сразу, чтобы людей не обижать. Я глупая баба. После каждых... Да ладно, давайте за ушко потреплю. Чтобы людей не обижать неотвеченными сообщениями, ребят, просто физически, психологически нет времени ответить на все сообщения, которые приходят после каких-то выступлений. Поэтому у нас есть форума связи. Это наш рабочий аккаунт, который отмечен в комментариях. Проекты дешевле 5000 долларов мы не берем. И вообще у нас работы как бы вот так. Поэтому не пишите нам. И занимайтесь своим продвижением, создавая очень качественный контент. Кайфуй от того, что вы делаете. Просто проведу, не пишите нам. Не пишите нам. Пишите Яне по созданию контента. Она будет всегда рада вам ответить. Я вам накручу, да, все по 1000, вообще не надо по 1000 долларов. По 1000 рублей накручу, да. В общем, дорогие наши, мы на этом заканчиваем. Потому что уже потихоньку начинаем сходить с ума. Хотелось бы... И хотелось бы поспать чуть-чуть. Хотелось бы, да, попробовать поспать. Это очень интересное занятие. Ибо все не спят. Желаем всем хороших подписчиков. Много-много комментариев и лайков. Бесконечного охвата под каждым постом. И, наверное, пока. Все, кто написал, я всем отвечу, ребят. Если там будет много сообщений, не пишите. Я отвечу никому не пишу. Попрощайтесь. Сережа, попрощайся. Пока. Как в сухо. Заканчиваем. Наверху. Па-ба.